Иван Илья от Луки, 26 глава, прочитаем с 26-го стиха. Шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел вошед к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог, престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. И вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я вас всех поздравляю с праздником Благовещения. Мы с вами прочитали вот это событие, которое было, относилось к Израилю. Это в первую очередь к Израилю и к Марии, лично к Марии. Ангел приходит и возвещает ей вот эту весть. Сегодня для всех христиан это тоже большой праздник. Когда я готовился и рассуждал, смотрел на работе, на людей, они не празднуют этот праздник. Они не знают даже, как его назвать, как к нему относиться, к этому празднику. Знают большие праздники, Пасха, Рождество, а остальные события не знают, и как применить их к себе. Но сегодня я одет даже по праздничному, потому что это праздник. Праздник Благовещения, потому что это христианский праздник для нас всех, которые услышали вот эту весть, весть об Иисусе, который ангел возвестил Марии, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами. И он ей возвещает, что это за радость, что послан через нее придет Сын Божий, родится через нее, ей дается вот такое поручение, чтобы она и воссовершила вот это служение. И мы узнаем из этого, что этот Иисус, этот младенец, который родится, читая Евангелие и живя уже много времени после того, как это событие произошло, мы с вами тоже радуемся и торжествуем. Сегодня наши сердца должны быть наполнены радостью и благодарением Господу, потому что Господь позаботился о нас, и это совершилось. Израиль ждал, ему было сказано через пророка Исаию, за 700 лет до Рождества, до того, как придет Иисус таким образом, было сказано, как Он придет, через Деву, что Дух Святой, сила Всевышнего и будет младенец, рожден, который будет спасителем. Сегодня мы ликуем и радуемся и благодарим Господа, что эта весть дошла до нас, и мы ее узнали. Мы прочувствовали с вами все вот эту радость спасения, которую совершил Иисус, который пришел и взял грехи наши, вознес на Голгофу. В 1979 году эта весть 2 мая, она коснулась и меня. Вы можете вспомнить каждый о себе, когда вы услышали вот эту весть, не просто как известие, не просто как новость, информацию, но когда Дух Святой коснулся и показал, что смотри, какой ты, в каком ты состоянии, тебе тяжело с твоими грехами, ты пытаешься, ты пытаешься освободиться, ты даешь себе много обещаний, чтобы освободиться от своих грехов, чтобы стать лучше, чтобы быть святым, потому что это все тебе давит, и ты этого не можешь сделать. Дух Святой проговорил ко мне и показал мне на Голгофу, на эту весть, на Иисуса, и я увидел этого Иисуса, который взял мои грехи. Дух Святой подсказал мне, показал и сказал, как мне поступить, я не знал, что делать, и каждый из нас в жизни переживал такие моменты, мы не знали, что делать. Иисус нам предложил, что я взял твои грехи, вознес на крест, сегодня тебе нужно только покаяться, тебе нужно исповедаться, оставить у ног моих все свои грехи, всю эту грязь, ношу тяжелую, и я прощаю тебе, я снимаю это, я тебе даю рождение свыше, новую жизнь. В 79-м году это была такая радость, это было такое ликование в моем сердце, потому что я почувствовал эту свободу. мне казалось, что я не хожу по земле, а летаю, это такое состояние, вы с вами все, кто родился свыше, пережили, и сегодня мое слово это, благовещение об этом празднике, чтобы мы каждый могли сказать Господу слова благодарности от всего сердца, что он пришел, что он не почитал хищением быть равным Богу, но сошел вот таким образом, оделся в плоть человеческую для того, чтобы взять грехи, мои грехи, ваши грехи, грехи всего мира и вознести на древо. Сегодня он ходатайствует за каждого из нас, перед Отцом Небесным, чтобы нам было прощено. Сегодня люди живут в печали и не знают, что их ждет впереди, но мы с вами все знаем, что нас ждет впереди, это встреча с Господом, это жизнь вечная, потому что мы пережили с вами рождение свыше, он нас назвал своими детьми, сынами, дочерями, и мы ожидаем этого, мы ожидаем того, как он придет за церковью. Это то, что нас сегодня должно побуждать каждого сказать слова благодарности Господу за его заботу, любовь и за этот праздник, который мы можем благодарить Господа, что он это сделал для нас. Второе, что я хотел бы сказать, прочитав это повествование, мы можем подумать о том, я могу вас спросить, что вы думаете о Марии, об этой Деве, как она выглядела в то время, как она одевалась, кто у нее друзья, подруги, какие у нее были занятия, как она выглядела, прическа, одежда, как у нее все было, ведь ангел пришел неожиданно, просто пришел, явился к ней в комнату и она его увидела. Из повествования Иванович Лука так подробно все четко рассказывает, как это все происходит, не приходит никакая другая мысль, только хорошие мысли и качества об этой, об этой Деве Марии. Когда она увидела ангела, она не стала искать какую-то одежду, чтобы переодеться перед ангелом, что-то смутить, она не смутилась за свое состояние, за свой вид, ведь это небожитель, это ангел. Я не встречался с ангелом, я не знаю, как вы, но это такой трепет, это такое состояние, но у Марии да, было смущение, но она не кинулась ничего изменять во своей внешности, она была спокойна за себя, потому что ее вид, ее сердце, ее занятия, ее вещи, которые она там, чем она занималась, в этой комнате все, что находилось, картины или накидка какая должна была, покрывала у нее, как у женщин того времени, как они носили одежду, она не беспокоилась об этом, она вела себя достойно, и евангелист Лука очень хорошо это описывает, какими словами и какие у нее вопросы были, у нее был полный порядок, из речи ангела мы можем обратить внимание на на то, что он сказал, он ей сказал радуйся благодатное, что мы можем определить или внести в это слово, что вмещает это слово благодатное, это говорится о ее внутреннем состоянии, духовном состоянии, что у нее порядок, чистота в сердце, в мыслях, во всем и снаружи и внутри у нее порядок. Господь с тобою, это состояние этой девы Господь с тобою, радуйся благодатное, Господь с тобою. Там нету ничего скверного в ее жизни, ни снаружи, ни внутри, Господь является через ангела и говорит радуйся, ты самая счастливая между женами, потому что Господь посещает тебя, Господь хочет тебе дать поручение, хочет дать тебе здесь на земле миссию, которую ты должна совершить. И она, мы с вами прочитали, что она обратилась, она поняла все, что ангел ей объяснил и сказал, какую миссию, что ты зачнешь в очреве, и она поняла, кого она родит, какого, кто это будет, что он будет велик, что Господь Бог даст ему престол Давида, и что он будет царствовать. Мария все это поняла, была очень внимательная к этому, и у нее возник вопрос, который должен был возникнуть у нее. Очень правильный вопрос, не другие вопросы, которые могли бы возникнуть у нас. Я же обрученный, у меня скоро свадьба, что скажет мой муж, что скажет общество в Израиле было строго насчет того, чтобы дева вне брака до свадьбы имела уже в очреве, но ее это не беспокоило. Она просто спросила, как это будет, как это произойдет, и ангел ей объясняет. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Дух Святой и сила Всевышнего. Что вмещает вот эти святые имена Дух Святой и сила Всевышнего? Разве есть для Бога что-то невозможное? Богу все возможно. И вот ангел просто так объяснил Марии, что это будет так, что не нужно мужчина в этом. Твоя часть будет выносить, выносить только, а то, что будет рождаемое, оно святое, наречется Сыном Божьим. Один евангелист Лука только так четко, как врач объясняет и показывает это, что вопросов не возникает. Весь мир не задает вопросов, а если где-то задает, все люди улыбаются, говорят, это глупые вопросы. Нужно верить этому. Никакой не эволюции, никакому Дарвину. вот это истина. Сегодня вот это для нас является Мария примером, когда она услышала, как это произойдет, что это будет все чисто, что это будет свято наше, свято, что она примет от Духа Святого, сила Всевышнего, все сделает, что нужно для того, чтобы этот младенец был зачат и родился. И тогда Мария говорит, все раба Господня добудет мне по слову Твоему. Это великие слова, которые она произносит. Это в них содержится послушание, доверие, смирение Господу. она соглашается на это поручение, не рассуждая ни об муже своем, о браке, как будет дальше складываться ее жизнь. Она соглашается выполнить эту духовную миссию, чтобы совершить ее. Мария сегодня вдохновляет и нас к послушанию Господу. Первая часть это то, что мы благодарить Господа. Вторая часть о Марии, чтобы мы выполнили свое поручение в нашей жизни. Ведь Господь каждому человеку дает поручение здесь на земле. Не просто простив грехи, дав новое сердце, рождение свыше. И не просто этот отрезок жизни дается человеку, чтобы он ожидал просто Царства Небесного и ничего не делал. Ожидал пришествия восхищения Церкви и ничего не делал. Нет. Есть для каждого из нас поручение, и мы находим это в Евангелии, что есть это поручение. многие члены церкви, в нашей церкви, многие нашли это поручение от Господа. И мы с вами видим, начиная со служителей, с пресвятеров, что они служат Господу, исполняют свое служение, несут, заботятся, пекутся о церкви, о всех. Мы замечаем у нас воскресная школа, русская школа. Мы замечаем образовательная школа, сколько задействовано там братьев и сестер. И это все цель та, чтобы детям нашим возвестить вот эту благую весть об Иисусе, чтобы они правильно могли понять, чтобы могли принять и чтобы впоследствии были спасены. Сколько у нас много тружеников, которых мы не замечаем, помощников, тех, что мы видим, да, регентов, музыкантов, оркестры, они выполняют, они нашли свое поручение. У нас есть молитвенные группы, которые молятся, тоже выполняют свое поручение. Ну, может, кто-то еще не знает свое поручение, я хотел бы прочитать перед молитвой один отрывок Священного Писания, который сам Иисус говорит о том, что чтобы мы не удивлялись, когда будет встреча с Господом, мы скажем, ну, не было никакого поручения. 25-я глава Евангелия от Матфея с 34-го стиха. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Можно перечислять еще очень много таких добрых дел. И вот что же говорят праведники? Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Будет вот такой вопрос, когда? Может, кто-то ждет ангела или Господа, чтобы увидеть его вот в таком состоянии, нуждающим, алчущим, в болезни, в темнице, чтобы поспешить к нему послужить. Ну вот на этот вопрос этих праведников Господь говорит так, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. и дальше точно такой же текст, но только будут скажены обратные слова, вы не посетили, вы не сделали, вы не послужили, вы не выполнили то поручение, которое христианин должен выполнить, говорить другим о спасении, молиться о других, поддерживать, посещать больных, участвовать в жизни. Как вы думаете войти до такой вопрос к тем людям, которые не нашли еще себе чем же заняться, в каком служении участвовать? Пусть Господь благословит сегодня нас, найти это служение, мы с вами будем молиться о церкви нашей, чтобы Господь благословил каждого члена церкви, чтобы все, когда предстанут при Господом услышали вот эти слова, что я нуждался в вас и вы это сделали, вы посетили, вы молились за меня, вы видели бедных вдову, вы видели всех то, в чем нуждается и делали это во имя мое, делали это во славу мою. Пусть Господь благословит нас и наполнит сердца наши, во-первых, благодарностью Господу за его приход, за благую весть, что мы ее услышали, что мы поверили ей, что Господь нас родил свыше и сейчас мы ожидаем его пришествия и встречи с ним. Пусть Господь благословит нас, наполнит сердца благодарностью и вдохновит нас на труд ожидать Христа, не просто сложа руки, но заниматься духовным трудом везде и в семьях и в церкви. Да поможет нам в этом Господь. Ему за все слава. Аминь. Поможет